Если утро без бодрящего запаха и горького привкуса теряет смысл, вы уже попали в кофеиновую зависимость. Кофеин в огромных количествах содержится именно в натуральном кофе. Аргумент всего пара чашек в день не спасёт. По словам медиков, 300 мг кофеина способна навредить организму. Одна чашка кофе содержит примерно 140 мг этого вещества. Вот и считайте. Кофеин – наркотическое вещество группы психостимуляторов. Он может вызывать зависимость как психологическую, так и физическую. Кофеманами в основном становятся офисные работники и люди умственного труда. Очередной кофейный перерыв помогает отвлечься от однообразия и рутины. Как говорят врачи, при очередной дозе человек испытывает прилив бодрости, тонизируется мышечный тонус, повышается настроение. Со временем организм привыкает и требует всё больше и больше кофеина для поддержания продуктивного состояния. Если количество кофеина в организме снижается, человек начинает испытывать головную боль, раздражительность, усталость, звон в ушах. Если его вообще лишить этого удовольствия, возникает синдром отмены – ломки. Понижение настроения, депрессии, начинается повышенное учащенное сердцебиение, то есть выраженные сильные симптомы интоксикации. Чаще всего приводит к нарушению сердечной деятельности. И люди потом страдают от сердечной патологии. Если вы замечаете за собой неспособность проснуться, сконцентрироваться без чашечки любимого напитка, а в течение дня организм дополнительно требует привычных 3-4 чаши кофе, пора прислушаться к советам специалистов. Как только возникло желание выпить очередную чашку кофе, переключитесь. Походите. Если вы один в кабинете, сделайте какую-то гимнастику, зарядку. Подойдите к окну, откройте окно, чтобы был приток кислорода. Если время позволяет, можно сделать прогулку, пробежку. Если вы приучили организм работать на кофе, как на топливе, не стоит сразу пытаться ограничить дневную дозу до одной чашки кофе на завтрак. Уменьшать порцию следует не более чем на 20% за 1-2 дня. Продолжение следует...